Ну, христиане, не жилишь по-другому. Зачем вы это в чат-рулетку записываете? Я почему в чат-рулетке? Да. Знаете, есть места, где больные все. И туда, в первую очередь, должен прийти врач. В данном случае мы выходим как врачи. Это место разврата. Погибают люди. Сквернословят, пьют, колются, блудят открыто. И мы пришли, чтобы им слово Божие почитать. Сказать, что блудники, пьяницы будут гореть в озере Огненном с сатаной, с дьяволом, с шайтаном. И сказать истину. Вот для сего мы здесь находимся. Я только сейчас разговаривал с мусульманами. Перед вами. Длинная беседа была. Вы приходите сюда. Ну, тут кто подходит. Мы сейчас рассказывали, как у нас была миссионерская поездка. И мы в доме Мулы ночевали. В доме Мулы в Баку. Ходили вмещать в комнату для намаза. У нас есть Спаситель Христос. А у других нету, в других религиях. Он умер за наши грехи, за всех людей в мире. Самое главное. Я человек христианин, православный. Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнуло, Тайский край. Мне 81 год. Достаточно? Нормально. А мы молодые еще. Если вы зайдете по Скайпу, зарядите Игнатий Лапкин. Скайп. Я один на весь интернет с этой фамилией. И я могу скинуть вам ресурсы. Вот, допустим, Ютуб. У нас Ютуб называется канал. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Канал. Вот, зарядите. Вы можете сейчас открыть его? Нет. Нет. Ну, попозже откроем сейчас. Ну, а вот смотрите. Да. Я сейчас закончу. Канал. У нас своих только роликов там 17300. 43 миллиона просмотров. Ух ты. Смотри, хороо. Ой, какой-то я вам вопрос хотел задать. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. К нам приезжают мусульмане. Вот во время поездки мы были, когда мы в Баку ночевали в доме у мулы. Это люди очень высокообразованные. Говорили. А это... Сейчас я хотел сказать... Это настоящие мусульмане. У них уважение к старшим. Они знают Библию. Он сам мула разговаривает на шести языках. У нас православных я ни одного пока такого не видел. Если у вас есть духовные вопросы, вы можете задать. Или по скайпу зайти, Игнатий Лапкин. Я скинусь на свои ресурсы. А что там ресурсы на сбор? Ну, вот смотрите. А какой смысл, вот то, что вы пришли сюда? Что вот это дает? Ну, скажете кому-то это, да? А что изменится-то? Ну, ладно. Допустим, вы сказали. Сказали по-человечески и правильно сказали. Но дело в том, что мы молимся об этом. И людей призываем к молитве. Я уже встретил таких людей, которые слушают примерно 500 человек. Я никогда не думал, что столько найду хороших людей здесь. Ну, именно смысл этого. Вот они вас послушали, да? Вы так... Нет, нет. Ну, что, только... Да, нет, вот ваше слово, я не знаю. Ну, я послушал, да? Вот я вот прислушался. Ну, не все же такие обкуренные-то. Повторяю, не все такие обкуренные. Есть и трезвые. Я обкурен. Так, все с Богом пока. Счастливо. Спасибо. Вопросы вы можете задать. Духовные вопросы по Библии, по жизни. Ну, какие вопросы? А жизнь? Вот вы такие все здесь как будто обкуренные лежите. Язык не шевелится. Возможно, даже обкуренные. Ну, и все тогда. Прощайте. Да, это святая Библия, из которой мы узнаем волю Божию. Узнаем, что Иисус умер за нас и воскрес, и может прощать грехи им искупленные. И мы за это велись сюда, в рулетку. В рулетке грех сидит, дедушка. Ну, тут все. Содом и Гоморра. Если у вас есть желание получить великие сокровища, вы два слова запишите. Я дам ключ вам сейчас к этим сокровищам. Запишите. Запишите. Игнатий Лапкин. Это я. Запишите. Игнатий Лапкин. И когда вы по скайпу зайдете, я дам вам и наш ютуб. А ютуб можете сейчас зайти. Канал во свете Библии. Игнатий Лапкин. Запишите. Можете открыть? Да не попозже. Давайте. Канал во свете Библии. Игнатий Лапкин. Откройте. Открыл уже. Ну и что там? Сколько подписчиков? Ой, я плохо вижу сколько. Очки надо одеть. Ну так наденьте. Да, далеко с собой нет. Ну какая картинка-то? Вы видите, какая там картинка? Покажите ее мне. Мутно. 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 Вот я вижу, что вы лукавите. Это нехорошо. Я с вами по-честному говорю. А вы... В общем... Да когда я зайду? Давайте потом. Знаете, если вы зайдете по скайпу... Плохо. Плохо. Ой, что? Подавим вопрос. Есть ли у вас в дому такая книга? Я не знаю, но ваше. Как на наши вопросы ответили нет. У меня такая книга. Вы считали ее? У меня не христианская. Погромче говорите. Не христианин я. А кто же ты такой? Мусульманин. У вас тут набилось процентов 90. Караб. Ну, что тут написано? Я не знаю арабских. Ни один не знает. Вы такие же, как мы православные. У нас церковь на славянском. Ничего не знают. Мы пришли сюда, сейчас рулетку, чтобы рассказать людям о Боге, о Иисусе Христе, что Он умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди покаялись, жили для Бога. Не блудили, не убивали друг друга, не курили, не матерились. Вряд ли вы переубедитесь можете. Вы ушли, так один глаз видать. Да, я не, я здесь, я здесь. Я говорю, мне кажется, вряд ли вы будете переубедить. Вы знаете что? У вас в книге ведь тоже написано, что за злые дела будет плохо на том свете. Я разве сказал, что вы не правы? Ну, я говорю так, что в этом вопросе-то у нас разве и нету. Тоже вам за злые дела, за убийство, за блуд ранее обещан. Вы пришли в чат рулетку, чтобы попробовать переубедить людей? Ну, я всех-то от них берусь, и это невозможно. Но уже я могу сказать, что больше ста человек, с кем бы говорили нормально. А уж остальное Господь усмотрит. И из них, может быть, половина мусульмане. А к какому выводу вы пришли, когда начали все это? Ну, как к какому выводу-то? Я говорю только о тех, с которыми по-хорошему говорили, по-хорошему расстались. Результат Бог дает. Я им рассказал о Боге. Я им рассказывал о нашем миссионерском путешествии. Как мы в Баку ночевали в доме Мулы. Мула – это у мусульман, ну, как у нас священник. Да. И все это заснято. И как в библиотеке я... У меня 38 томов вышло из книг, из печати. И решил подарить всем библиотекам. И мы проезжали шесть мусульманских республик, Турцию. И везде дарили эти книги. И нас принимали, как родных братьев везде. Пугали, щечнёй, там только головы режут. И процветания вашему делу, чтобы перелюбить. Желаю вам всего лучшего. С Богом. Если мы с вами встречались, значит, хорошие отношения должны сохраниться. Я живу здесь, да, я живу здесь. При храме, да, где-то? Да, смотри. Смотри, какая красота. Как белка, какой хвост у неё пушистый. На шапку были. Ай. Ну-ка, давай. Давай. У вас в доме вот такая книга есть? Нет, медийный. Человек, знающий смысл жизни, он постигает ещё больше из этой книги. Ну, знаете, что есть? Я там не вижу, что у вас есть. Там икона стоит или что? Ну, далёко не видно. Икона вроде. Какие-то бутыльки стоят там. Ну, масло у меня бабушка умерла и стоит. Ага. Да. Если у вас есть какие-то духовные вопросы о жизни, о вечности, о будущих судьбах мира, вы можете задать вопрос. Да нет, никаких вопросов. Никаких? Мы всё равно не знаем этого ничего. А вы можете знать. Я вам могу дать ключик, ключик к несметным сокровищам. Два слова, чтобы записали. Ну, какой ключик? Ну, так давайте запишите эти два слова. Я запомню. Нет, не запомните. Их надо записать. Вы забудете их через полминуты. Ну, давайте. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Если по скайпу зайдёте, я один с этой фамилией. И я скину наши ресурсы. Допустим, вы пожелали попасть на наш Ютуб. Ютуб называется «Канал во свете Библии». Канал во свете Библии. Игнатий Лапкин. У нас... У нас 17... 100 подписчиков. Подписчиков, там, кажется, 42 тысячи и 43 миллиона просмотров. Как канал называется? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете? Во свете Библии. Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А вижу, вот 42 тысячи подписчиков. Да. И просмотров 43 миллиона. Подпишусь. Если вы зарядите вот так, через Google, сайт, уже не YouTube, а сайт, и точно так же, во свете Библии Игнатий Лапкин, вы там найдете сокровище, которого нигде нет в интернете. Там 50 книг аудио моим голосом насчитанное. Это Библия, Жития Святых, Затаус, Архипелаг, ГУЛАГ. Вам будет очень-очень интересно. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Согласно Библии, канонам в церкви, мирового искусства. Более полных ответов дать просто невозможно. Сайт, сайт, уже сайт, во свете Библии. Я понял, буду смотреть. Вот если вы зайдете, больше хотите узнать, время-то у нас нету, зайти по скайпу. А там я уже вам все дам. И мой мир, у меня там 24 тысячи фотографий наших. Мы православную деревню с нуля строим. Вам будет очень интересно. Деревня не просто, а на 21 тысячу погубленных одна ожившая. Где может претендовать на поселение, кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Ну я пью, курю. Ну это, если человек к Богу обращается, Господь его избавляет от всего. Только не ворую. Я никогда никогда ничего не крал. Ну это отлично, это хорошо, основание хорошее. А от курева достать труднее, чем от пьянки. Пьянка отравляет только внутри тебя. А курева идет на 2 метра. А матершинника на 20, еще труднее от матов. В зависимости от сферы распространения, трудность избавления. Конечно. Простые вопросы, когда вот задают, люди не знают, почему, не занимались. Вот сейчас один был, а как вы относитесь к Солженицыну? Я им отвечаю. Как отношусь? Я насчитал первую в стране архипелагу ГУЛАГ на пленку. Это 9 пленок, каждая 8 часов 20 минут. 375 метров его объем. И наполнил всю страну этим, буквально. Ну меня, конечно, посадили.